Список Навального, так сказать, сейчас расширился в 6 тысяч человек, в него попало. И он включил не только политиков, пропагандистов, олигархов, но и распространился на представителей других профессий. Говорят, что в категорию публичных сторонников Путина и продажных знаменитостей могут быть включены так называемые лидеры мировых религий, которые поддержали военную операцию в Украине. Вот на круглом столе, который я уже упоминал, 29 марта, в Государственной Думе как раз было достаточно таких слов сказано, поддержки. Какие последствия могут, на ваш взгляд, наступить для Церкви России, если глав союзов, поддержавших военную операцию в Украине, в этот список санкций включат? А никаких последствий я не предвижу. Дело в том, что страна закрывается. То, что мы произносим, как этот шаблон, железный занавес, это недавняя реальность жизни нашей. Какие последствия имели тут живущие такие же самые соглашатели, коллаборационисты и прочие, которые изображали религиозных деятелей, которые проходили селекцию через комитет государственной безопасности? И какая последствия? Какие последствия? Все существовали, потому что кусочек хлеба с барского стола многие считают реальным, выгодным, чем страдания в узах. Да, они были у нас в советское время через узы за веру в Бога прошли сотни людей, если не тысячи, если считать с ГУЛАГом, так там и сотни тысяч. Уничтожена была по-настоящему христианская вера. Поэтому сегодня думать о последствиях, я не думаю, что здесь какие-то последствия возникнут, потому что самое страшное возникало в тот момент, когда человек, замечая или не замечая, но делал выбор в пользу того, что сегодня слукавлю, сегодня в компромисс с неправдой войду, ну, но тут вот маячит кое-какая выгода. И вот этот момент борьбы, когда человек, вот этот момент борьбы, когда человек, подобно Иуде, брал этих 30 сребряников, когда говорил, я их пущу на дом молитвы, я их пущу на какие-то социальные нужды, я сиротам дам, я вдовам дам, ну, там, сам себя обманываю, утешаю, и брал эти 30 сребряников. А потом, когда взял эти 30 сребряников, оказалось, что что же ты наделал, ты же продал кровь невинную. Но Иуда честный мужик, он пошел и удавился. Он пошел и удавился. А вот в этом случае, в нашем, поскольку этот процесс продолжался в нескольких поколениях, исчезло это чутье по-настоящему, что вот здесь вот, вот здесь заканчивается вот этот компромисс с возможными вариантами выхода, здесь заканчивается предел, за пределом тебе все уже. Поскольку петля, вот это уже слишком мощный такой выход, то остается вот такое существование, ни вам швел, ни нам солдат. Ну, все-таки, то время, когда был железный занавес, вы, наверное, имеете в виду Советский Союз, не было того, что вот мы в последнее время получили, когда жили в открытой стране, и многие из даже из этих глав, о которых я говорю, они отправили своих детей за границу, они там учатся, даже живут. Да и сами церкви очень часто трансграничные, они как бы союзы находятся и в Казахстане, и там в Украине и так далее. Поэтому мой вопрос, он уже к сегодняшней реальности. Мы уже не хотим там в железный занавес, даже многие не понимают, что это такое. И в этой связи вот эти санкции, они же могут разделить, что называется, и церковное объединение. Вы так не думаете? Ну, я не думаю так, потому что я вот сейчас впервые услышал такую новость, что их могут включить туда. Но что такое список Навального? Это такая, может быть, публичная демонстрация некоторых людей. Ну, какие последствия, что Навальный, сидящий в тюрьме, может навлечь какие-то санкции на тех или на других, которых он называет. Да, это будет озвучено, это мелькнет в хаосе вот наших новостных потоков, и нигде даже не вызовет никакого эха. Я так себе представляю, тем более религиозный, о нашем российском, если говорить. Ну, допустим, православие мощное, но оно давно уже публично связалось с властью. Для них это не новость, что они поддерживают решение власти в любой части. Хоть пусть и рай задавить, хоть и юговистов задавить. Они поддерживают любую властную. Вот теперь за Украину задавить тоже поддерживают. А таких вот, как вы называете, начальствующий епископ, ну, что это за такое? Вот это даже не прыщик на теле страны. Это просто ничтожество. Со всех сторон. Хоть какое-то количественное, хоть какое-то влиятельное. Да, власть, конечно, которая хочет, вот она, держать все капилляры под контролем своим, то она и этот капиллярчик, и этот прыщик все равно, она его контролирует. Но с точки зрения той вообще политики, огромной ситуации, международной тем более, ну, это прыщик, который не играет никакой абсолютно роли. Я не думаю, что здесь есть какие-нибудь важные такие вот фигуры, которые станут объектами репрессий, да тем более западных репрессий. Нет, все так измельчало, все так измельчало, все так продано вот этой лжи и ненасытимой вот этой вот зависимости от богатства, то, что вы сказали. Конечно, это стало самым страшным искушением. Материализм, я прямо это говорю, материализм, бывший в Советском Союзе теорией, он у нас стал практикой. И люди получили доступ к благам. И теперь отдать это? Ради чего? Ради чего? Когда на всем фронте, везде один поток. Давай, давай, руки загребущие, глаза заведущие. А если этого не делать, тогда вообще зачем что-то делать? Утрачено абсолютно то, что было. Когда люди страдали за веру в Иисуса Христа, готовы были, и семья страдала, и репутацию там на всю страну поносили. Они уходили в зоны, где вокруг их была страшная такая ситуация, атмосфера, где грозило буквально уничтожением жизни. И подсыпали, и подливали, и клеветали, и шизо, этот, что называется, хлеб и воду через день, и на холодный пол цементный, понимаете, и просто избивали. Терпели. Наши братья терпели. У них перед глазами было Царство Небесное. Сейчас у наших ребят перед глазами дворец Кремлевский, награда от Его Величества и газетная публикация. Больше ничего не надо. Продолжение следует...